В январе-августе текущего года Азербайджан посетило более 1 миллиона 344 тысяч иностранных гостей. Это говорит о том, что туризм в стране быстро восстанавливается после периода пандемии. Теперь же перед Государственным агентством по туризму стоит задача увеличить число зарубежных гостей до 4 миллионов человек в 2026 году. Однако для решения этой задачи специалистами госагентства и других профильных структур определены цели по 10 основным направлениям. Они направлены на комплексное развитие туризма и превращение Азербайджана в устойчивый и доступный туристический регион. Добиться этого, в частности, предстоит за счёт продвижения внутреннего и выездного туризма в межсезонье. В первую очередь, за счёт развития паниологических курортов, оказывающих услуги иностранным гражданам в рамках медицинского туризма. Когда мы говорим о развитии, имеется в виду увеличение числа туристов, географии и расходов приезжих. Основной целью является доведение числа иностранных туристов до 4 миллионов человек в 2026 году. В ближайшие 4 года мы намерены увеличить долю туризма в воловом внутреннем продукте в полтора раза по сравнению с 2019 годом. В среднем мы хотим добиться прироста на 20% каждый год. Одной из главных наших целей является доведение к 2026 году числа местных туристов до 6 миллионов человек и увеличение доходов от туризма до 10 миллиардов монатов. Для этого мы должны работать вместе. Также намечены меры по упрощению визового законодательства. Планируется увеличение доли бюджетных авиакомпаний, так как главной целью стратегии обозначено наращивание въездного туризма. Для этого предстоит реализовать ряд дополнительных действий по продвижению странового потенциала на международный уровень. Однако выполнить эти задачи непросто. Самым большим препятствием для развития въездного сектора специалисты называют недостаточный доступ страны к услугам бюджетных авиакомпаний. Авиабилеты из разных европейских городов в несколько раз дороже, чем в соседнюю Турцию и Грузию. В связи с этим Госагентство по туризму поставило вопрос об оптимизации политики в области транспортных тарифов с учётом интересов развития туристического сектора. Соответствующее предложение представлено на рассмотрение правительства. Высокие цены на авиабилеты не могут не вызывать сожаления. Особенно хотелось бы обратить внимание на продолжающееся подорожание перелётов после пандемии коронавируса. Оглядываясь назад, можно заметить резкий рост текущих цен на билеты. Эта проблема также создаёт местным туристическим компаниям большие помехи в работе по увеличению числа туристов. Проблема для туристической индустрии создаёт и деятельность некоторых визовых центров. В связи с этим Ассоциация Турагентства Азербайджана направила официальное обращение в местные посольства ряда государств. Кроме того, организованы встречи с дипломатами для упрощения механизмов получения виз членами Ассоциации. Один из вопросов, который больше всего беспокоит нас в сфере выездного туризма, это выдача виз. Их очень сложно получить в некоторых посольствах европейских стран. Некоторые визовые центры создают искусственные препоны для получения виз. Помимо обязательных документов, в ряде случаев требуются и дополнительные. Например, при предъявлении справки с места работы и выписки по карте требуется справка об уплате налогов, а иногда и выкупленные авиабилеты. Иногда после оплаты визового сбора взимается дополнительная оплата за обслуживание. Всё это вызывает справедливое недовольство членов Ассоциации и туристов. Однако, несмотря на сложности, Азербайджан продолжает развивать отрасль. Наибольшее внимание сейчас уделяется Карабахскому региону. Его туристический потенциал очень богат. Здесь есть возможности для развития многих видов туризма – экологического, горного, зимнего, охотничьего, оздоровительного. Госагентство по туризму разработало стратегию и концепцию развития туризма на освобождённых территориях. Карабах в целом имеет очень богатый туристический потенциал. В регионе есть возможность развивать как зимний, так и летний туризм. В Кельбаджаре наряду с традиционным туризмом возможно развитие зимнего и горнолыжного отдыха. В Истесу есть возможность развивать оздоровительный туризм. Мы также можем показать наше культурное наследие в Шуше. Таких возможностей достаточно, и, как вы знаете, в Карабахе открываются несколько аэропортов. В настоящее время аэропорт Физули уже функционирует. И думаю, что в ближайшем будущем, когда инфраструктура будет полностью готова, мы сможем увеличить число туристов. Интерес к Карабахскому региону растёт и в мире. Азербайджан сейчас работает с Турцией, Пакистаном, странами Персидского залива и другими членами Организации исламского сотрудничества, которые проявляют неподдельный интерес к инвестированию в рекреационные проекты на освобождённых территориях. Также ведётся работа по привлечению сюда туристов из исламских государств. В госагентстве полагают, что Карабахский регион Азербайджана станет доступным для иностранных туристов уже в 2024 году. Продолжение следует...